Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Наталья Чудина. И в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Хакасия в ближайшие три года существенно снизит расходы республиканской казны. Но уменьшение доходов не скажется на социальной сфере. Безусловно, не должна пострадать социальная сфера. То есть задача, которая ставится, это зарплата должна платиться вовремя, без задержек. Скандалы, курьезы и итоги выборов, которые озвучили сегодня в избирательной комиссии Хакасии. Назвали даже фамилии самых активных жалобщиков. Жаловались на, ягоды, прошедшие вбросы бюллетеней на некоторых черногорских участках. При этом никаких конкретных доказательств ни одним из заявителей не было представлено. На одной из окраинных улиц поселка Изыхские Копи открылась детская спортивно-игровая площадка. Большое спасибо. Мы сроду даже не ожидали, что могут сделать нам такую площадку. Вообще все в шоке. Очень рады. Хакасия в ближайшие три года существенно снизит расходы республиканской казны. Об этом было заявлено сегодня на заседании регионального правительства. Кабинет министров рассмотрел подготовку проекта бюджета на 2021 и плановый период на 2022-2023 годы. Планируемое сокращение связано с уменьшением собственных доходов. Об этом и других вопросах заседания в нашем материале. В этом году Хакасия столкнулась с серьезными экономическими проблемами. Из-за падения цен на уголь и алюминий, а также пандемии коронавируса, рез бюджет может недополучить порядка 5 миллиардов рублей. В правительстве Хакасии признают ситуация сложная, но не критичная. Несмотря на все трудности, в первую очередь нужно выполнить поручения президента нацпроекты. В связи с этим исполнительным органам власти придется затянуть пояса. При этом важные направления, например, сельское хозяйство, оказаться в аутсайдерах не должны, подчеркнул глава Хакасии. Безусловно, не должна пострадать социальная сфера. Задача, которая ставится, это зарплата должна платиться вовремя, без задержек. Потому что мы работаем с вами, уважаемые коллеги, ради людей. И все должно быть направлено на данную цель, на благо жителей. Кому станет лучше, так это учителям. Педагоги получат доплаты за классное руководство. Проект об ежемесячном денежном вознаграждении в соответствии с поручением президента разработан с целью стимулирования. Как доложил первый заместитель министра образования науки Хакасии, в этом году из федерального бюджета предусмотрено на выплаты 140 миллионов рублей. В следующем в три раза больше, 421 миллион. Столько же и в 2022 году. Если учитывается только районный коэффициент, то сумма на каждого классного руководителя составляет более 5,5 тысяч рублей в месяц. Если делается поправка на 100, то цифра вырастает почти до 7 тысяч. Не исключено, что в ближайшем будущем такие надбавки смогут получать не только педагоги школ, но и среднеспециальных учебных заведений. В техникумах училища, как правило, учатся детки, в том числе, которые ушли после 9 класса. Логично было бы, если в школе мы платим за классное руководство 10-11 классов, то и в техникумах эта оплата нужна. Но это сейчас только в качестве инициативы выходит на федеральный уровень. Эту инициативу надо поддержать, а второе, все-таки проработать с руководителями наших училищ, техникум, колледжей, ну я имею в виду, которые государственные и муниципальные, вопрос по стимулированию. Кстати, дать экономическую выгоду региону сможет рост турпотоков. Хакайсию лето закончилось, пора делать ставку на зимний отдых. Благо, что федеральные эксперты на республику уже обратили внимание. Заместитель главы региона подвела итоги участия делегации в форуме выставки «Отдых-2020». По словам Ирины Войновой, в развитие направления заинтересованы сразу два ведущих туристических агентства страны. С обоими крупнейшими туромператорами договорились о совместной работе. И причем один и другой уже сейчас начинают формировать турпакеты в наш регион. Интересный факт. На предстоящую зиму в гостиницах Хакайсии забронированы все места. Это значит, что средств размещения в регионе не хватает. Нужно строить новые. Чтобы привлечь бизнес, в октябре республика проведет инвестфорум. Еще одна тема заседания правительства. Наведение порядка в сфере землепользования. Общая площадь поевых земель в регионе составляет более 800 тысяч гектаров. Права они оформлены более чем наполовину. В судах за муниципалитетами признано право на 40 тысяч гектаров таких земель. Но по остальным ведется работа. В связи с чем в Хакайсии создается специальная информационная база. В настоящее время необходимая для учета программа установлена на всех территориях. Кроме Ширинского района. Там не утверждена ставка специалиста для данной работы. Скандалы, курьезы и итоги. Республиканский избирком сегодня озвучил официальные результаты прошедших в воскресенье выборов. Назвать эту кампанию тихой и спокойной не получится. Жару дали кандидаты на пост главы Черногорска. А точнее один из них. Кто мутил воду и как в целом прошли выборы в Хакайсии в нашем материале. Сложная пара так кратко характеризовал минувшие выборы. Председатель республиканского избиркома в ходе сегодняшней пресс-конференции. Одновременно в Хакайсии шло 126 избирательных кампаний. Жители выбирали больше 40 глав муниципалитетов и свыше 800 депутатов. Шесть политических партий представили 1600 кандидатов. Но чистыми на руку оказались не все. Большое количество выявили лиц с двойным гражданством. Или кандидаты, которые сокрыли свою судимость. У нас полностью перенесены выборы Совета депутатов Краснопольского сельсовета в Алтайском районе и Первомайского сельсовета в Багратском районе. Компания напряженная, но жалоб минимум по сравнению с другими выборами. В день голосования поступило 16 обращений. При этом подтвердились только три факта, да и те устранили на месте. Любопытно, что 15 жалоб из 16 поступили из Черногорска и практически все от одного кандидата, который в итоге занял чуть ли не последнее место среди других претендентов. Два у нас там заявителя. Один кандидат был зарегистрирован и один член комиссии с совещательным голосом. С совещательным голосом от КПРФ, а кандидат от ЛДПР. Кандидат Харрисов, а член с совещательным голосом Парфенов. Жаловались на, якобы, прошедшие вбросы бюллетеней на некоторых черногорских участках. При этом никаких конкретных доказательств ни одним из заявителей не было представлено. При этом заявлений от наблюдателей нет. Есть заявление от... одно заявление от кандидата, второе заявление от представителя политической партии, которые на избирательном участке даже не находились. У кандидатов, не согласных с результатами голосования, были сутки на обжалование. Ни одного заявления в суд так и не поступило. Поэтому выборы признаны легитимными и состоявшимися. В избиркоме отметили впервые в Хакасии 16 случаев, когда кандидаты в депутаты набрали равное количество голосов. А значит, судьбу мандатов в прямом смысле решит жребий. Впрочем, были и другие крайности. В трехмандатный избирательный округ избиратели проголосовали только за две кандидатуры. За двух голосовали, а за других выдвинутых не было подано ни одного голоса. Что как бы немножко странно, потому что сам кандидат-то за себя мог проголосовать, но даже этого не было сделано. Явка в день выборов вообще была невысокой – 25,5%. Проголосовали в Хакасии чуть больше 48 тысяч избирателей. Юлия Свинцова, Антон Михайлов, РТС. В четверг в Абакане потеплеют батареи в соцобъектах. Сегодня глава столицы Хакасии подписал соответствующее постановление. Тепло начнет поступать в учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения 17 сентября ранним утром. Поводом подключения к централизованному теплоснабжению стала нестабильная температура. Ночи в республике уже весьма прохладные. Для создания комфортного микроклимата в учреждениях в компании СГК приняты все меры. Правительство Хакасии оставит лишь одного заказчика строительства. На сегодня эти функции могут выполнять Минобразование, Минспорт и Минздрав. При этом в ведомствах нет квалифицированных специалистов в этой области и возможности контроля. Со следующего года в регионе строительство будет вести через Минстрой Хакасии, заявила зам главы республики Ирина Войнова. Профильные министерства, как и прежде, будут решать вопросы участия в федеральных программах. Но организация контроля за разработкой проектно-сметной документации, выбором подрядчика, строительством будет заниматься Минстрой. В том числе в муниципалитетах. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины в Усть-Абакане. В июне сожитель утопил в ванне 44-летнюю подругу, которая раздражала его своей ревностью. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. В настоящее время он под стражей. О других происшествиях далее в нашем выпуске. 15-летняя жительница Черногорска подозревается в краже денег с банковского счета пожилой соседки. Потерпевшая часто обращалась с просьбой помочь разобраться с мобильным телефоном. Знакомая установила мобильный банк и переводила деньги пенсионерке на свою карту или счета подруг. За пять месяцев девушка присвоила 128 тысяч рублей. Еще один случай мошенничества в Абакане. На этот раз жертвой стал 45-летний мужчина. Ему позвонил другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Сообщил, что происходит списание денежных средств. И предложил установить на сотовый телефон программу удаленного доступа, которая защитит финансы. В результате со счета списали 75 тысяч рублей. За прошедшие сутки Хакасии зарегистрировано два пожара. В Черногорске огонь тушили в общежитии. Там загорелись вещи и обшивка стен в кухне. До прибытия огнеборцев жители справились с возгоранием подручными средствами. Эвакуация людей не потребовалась. Предварительная причина пожара – замыкание электрооборудования. А вот в Сорске школьник после ДТП впал в кому. Водитель отечественного автомобиля, молодой человек, 1991 года рождения, совершил наезд на мальчика, который перебегал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Подросток в момент ДТП был в капюшоне. Он ограничивал ему видимость. В результате мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом основания черепа и комой второй-третьей степени. В Хакасии скончался еще один пациент с коронавирусом. Мужчине было 69 лет, и заболевание у него протекало в тяжелой форме. За сутки в республике выявлено 29 новых инфицированных COVID-19. Выздоровели 16 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3835 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся чуть больше тысячи человек. Продолжение следует... Материалы исследований уже опубликованы в одном из научных журналов. Приверочная кампания против гриппа в Хакасии идет хорошими темпами, сообщает в Роспотребнадзоре. Несколько десятков тысяч жителей республики уже получили вакцины. Для чего это нужно и почему именно сейчас, расскажет Мария Мишнина. Эпидемиологи встревожены. Мало того, что российские эксперты ожидают вторую волну коронавируса, так еще и эпидемия гриппа на подходе. Один из способов защиты – вакцинация. Компания стартовала в конце августа. Я не ставила никогда и не желаю для себя. Не знаю, даже не могу ответить на этот вопрос. Просто пока не хочу. Да спокойно отношусь. Кто прививается, тот прививается. А кто, если укрепляет свой иммунитет, он и без прививок всегда нормально обходится. Ну, это личное дело каждого. Всю жизнь меня ставили в школе, и всю жизнь я после них болела. По два месяца самому ребенку не буду ставить. Прививка, она и есть прививка. И поэтому ее и ставят для этого, чтобы не болеть. Елена Фролова к этому вопросу подходит взвешенно и настороженно. Ярой противницей прививок женщина себя не называет. Но все же. В целом к прививкам отношусь положительно. Но меня не устраивает тот факт, что нет ответственных людей в нашей медицинской сфере, которые бы, скажем, за поствакцинальные осложнения, они не несут ответственность, они перекладывают ответственность на родителей. Прививка против гриппа – это медицинское вмешательство. Перед прививкой против гриппа необходим обсмотр медицинским работникам. То есть для того, чтобы исключить обострение хронических заболеваний, либо острое заболевание. Между тем, массовый отказ от прививок – одна из причин возникновения эпидемии гриппа. Грядущий вирус предупреждают медики с тремя новыми штаммами. Иммунитет против такой заразы у населения полностью отсутствует. А прививка как раз поможет защититься от тяжелых последствий. Представьте микс инфицирования, то есть и грипп, и новая коронавирусная инфекция. Каким образом это может ударить по организму, по иммунитету неподготовленного человека, который не имеет прививки против гриппа. Здесь мы понимаем, что именно иммунизация против гриппа, у нас вакцина уже есть, она наработана, опыт наработан годами. То есть грипп именно мы можем отсечь в настоящее время. Со своей стороны эпидемиологи призывают всех вакцинироваться. На сегодняшний день в Хакасии не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим вирусом. Поэтому сейчас благоприятное время для прививки от гриппа. На сегодняшний день вакцину получили уже больше 55 тысяч жителей Хакасии. Прививочная кампания продлится до конца октября. Мария Мишнина, Антон Михайлов, Александр Сердюк, РТС. Спортивному комплексу в Абакане присвоено имя Николая Булакина. С такой инициативой выступила общественная столица Хакасии. Поддержали идею и спортсмены. Теперь учреждение официально называется «Спорткомплекс» имени Николая Генриховича Булакина. Напомню, в ноябре 2019-го «Спорткомплекс» стал победителем национального конкурса «Арена» на образцовое спортивное сооружение. Здесь проводится большая физкультурно-массовая работа. Кроме этого учреждение является основной базой для подготовки спортсменов высокого класса. Как организовать бесперебойное качественное питание? Как накормить детей вкусно и полезно? Сегодня эти и другие вопросы специалисты Минобразования, Роспотребнадзора, Антимонопольной службы. Госкомитета по закупкам судили с директорами школ и руководителями муниципальных управлений образования со всех уголков Хакасии. Тему продолжит Аскар Атамонов. С первого сентября бесплатный горячий обед или завтрак получают все ученики начальной школы. Для этого была проделана большая работа, начиная с ремонта пищеблоков и заканчивая поиском продуктовых поставщиков. К слову, в этом году на уровне федерального законодательства впервые закреплено определение здорового питания. И теперь у нас в правовом поле Российской Федерации единая трактовка, что это не только безопасное, качественное, но еще и полноценное, то есть обогащенное витаминами, микронутриентами питания, которое позволит подрастающему поколению сохранить и приумножить свое здоровье, в том числе через питание в школах. Сегодня в Хакасском институте развития образования и повышения квалификации прошла встреча заинтересованных сторон. В ходе семинара выступили специалисты Роспотребнадзора, Антимонопольной службы, Регионального госкомитета по закупкам и других ведомств. Сегодня у директоров учебных заведений, у представителей муниципалитетов возникает немало вопросов, как грамотно организовать бесперебойную систему качественного питания. Очень много вопросов по контрактам, по приемке, регламенту приемки продуктов, непосредственно на месте, непосредственно в школе, о том, как включить поставщика в число недобросовестных, как быстро расторгнуть контракт. То есть вопросов большое количество и мы, конечно, хотим, как организаторы, как кураторы проекта, снять их заблаговременно, чтобы наши ребятишки питались здорово, вкусно и, конечно же, полезно. Как отмечают эксперты, увы, на рынке поставщиков продуктов нередко встречаются недобросовестные игроки, которые снабжают госучреждения откровенным фальсификатом. Сегодня Госкомитет по закупкам и Минсельхоз ведет активную борьбу с такими горе-поставщиками. Кроме того, они активно вытесняются из этого рынка за счет здоровой конкуренции, которая в нашем регионе нареканий не вызывает. Пока жалобы в антимонопольный орган в данной части не поступало, но мы держим руку на пульсе, постоянно мониторим ситуацию. В случае поступления таких жалоб, хозяйствующих субъектов конкурентов, которые, возможно, готовы участвовать в торгах, чтобы с ними заказчики заключили контракты, а между тем заказчики заключают только с определенными поставщиками, мы будем такие заявления, жалобы рассматривать и уже принимать решения. В ближайшее время Минобразование Хакасии планирует организовать аналогичную встречу с родительским активом. Кроме того, в профильном ведомстве по-прежнему действует горячая линия по вопросам питания. Номера телефонов указаны внизу экрана. Оскар Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС. Хакасия Первая присоединилась к федеральному проекту «Прошагай город. Экомаршруты». Одна из задач акции – развитие внутреннего туризма. Участники ближе познакомились с объектами родного края. Инициаторы акции серьезные – Фонд развития моногородов, Российский экспортный центр, компании Google и Яндекс и Государственная корпорация развития России веб.рф. Жители республики в ходе квестов нанесли на онлайн-карты 7 туристических объектов – Государственный природный заповедник Хакасский, местный зоопарк, Хакасский национальный краеведческий музей имени Кызласова, Преображенский парк, парк топиарного искусства и парк культуры отдыха, а также скульптуру «Маленький принц». Организаторы уверены, эта работа позволит создать новые места притяжения не только для жителей региона, но и туристов из России. 26 сентября в Центре культуры имени Кадышева пройдет республиканский праздник Уртунтой. Праздничный концерт и награждение победителей двух региональных конкурсов начнется в Малом зале в 15 часов. Для участия необходимо направить заявки до 20 сентября с видеопрезентациями на темы «Мой род, моя гордость» и «Богатство золотой осени». В этот же день все желающие смогут увидеть онлайн-концерт самодеятельных коллективов, который можно будет посмотреть на сайте Центра культуры. На станции «Аскиз» завершается строительство нового детского сада в рамках нацпроекта «Демография». Современные кирпичные здания в рабочем поселке «Аскиз» начали строить год назад. Сегодня оно практически возведено под крышу. Новый детский сад рассчитан на 80 мест. На станции уже есть дошкольные образовательные учреждения. Они работают давно. Тем не менее, мест не хватает, и жители поселка ждут открытия дополнительных групп. Да, детей много здесь. Здесь, ну, как бы, получается, все хотят, чтобы дети ходили в садик. И, ну, бывает, конечно, очередь же тут не хватает. Где, может, мест? Ну, конечно, хотелось бы побольше. Люди работают, детей надо в садик, чтобы присматривали за ними. Нужен. Детсад всегда нужен. Конечно, жители ждут, конечно, садика этого, когда он откроется, и детям места не хватает, естественно. Ну, нужен, конечно. А почему? Ну, потому что в школе мало групп и мало места, как бы там, ну, не по новым всем. То есть нужна и кухня отдельно, нужна и игровая отдельно, и комната отдельно. Там, я так понимаю, у них все вместе. В поселке из Ихской Копи появилась детская площадка. Ее ценность в том, что построена она на окраине. Ребятишек в этом районе много, а пойти им некуда. На торжественном открытии столь важного для сельчан объекта побывали наши корреспонденты. Качели, карусель, песочница, турники. Вроде бы все просто, но такая детская площадка по-настоящему осчастливила больше сотни жителей улицы Заводской в Ихской Копях. Здесь очень весело, здесь много детей, им нравится здесь играть. Мне здесь нравятся карусели и качели. А мне нравятся тут турники и вот эта вот отжималка и кольца. Мне здесь все нравится. Качели, турники, карусели. Я хочу, чтобы здесь появилась горка, чтобы можно было бегать на тренажерах. Большое спасибо. Мы сроду даже не ожидали, что могут сделать нам такую площадку. Вообще все в шоке. Очень рады. У жителей улицы Заводская особая ситуация. Живут они в отдалении от общего поселка. Добраться до центра пешком или на велосипедах ребятни труда не составляет. А вот родители переживают. По дороге ведь может всякое случиться. И вот эта оторванность, конечно, на людях сказывается. Здесь нет площадок, здесь нет магазина. Поэтому мы решили здесь поставить и детей. Здесь становится все больше и больше. И вот мы решили здесь построить площадку. Это стало возможным благодаря конкурсу, который объявила Миннацполитики Хакасии. Участвовать в нем могут ТОСы, имеющие статус юридического лица. В поселке это общественная организация и Зыгское содружество. Составили заявку и выиграли грант от республиканского правительства. 180 тысяч рублей. ТОСы направлены на то, чтобы улучшать, украшать ту территорию, на которой люди живут, для того, чтобы было более уютно. Здесь и глава поселения, и глава района намерение уже к этой точке, дальше уже и ограждение сделать, и еще добавить инвентаря, для того, чтобы она была полноценная и безопасная площадка. А всего было шесть победителей. Общая сумма гранта – миллион рублей. Это уже второй конкурс. Продолжится поддержка и в следующем году. Причем принято решение увеличить призовой фонд в три раза. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС. Уже в будущем году может измениться стоимость ОСАГО. Поправки в закон об обязательном страховании авто вступили в силу в августе. Однако на ценники полисов в этом году, по прогнозу экспертов Банка России, изменения не отразятся. Суть нововведений – для каждого водителя стоимость будет индивидуальной. Страховщики получили возможность поощрять аккуратных автовладельцев более низкой стоимостью полиса. А вот рулевых, предпочитающих опасность стиль вождения, могут отнести к категории рискованных. Соответственно, и платить за страховую полис такие участники дорожного движения будут больше. Бегут все. В субботу в Абаканском парке культуры и отдыха пройдет кросс-нации. Обязательные условия – возраст от 18 и старше, а также наличие справки об эпид-обкружении. Для забегов определены две дистанции – 4 и 6 километров. Участники будут разбиты на 5 возрастных групп. Регистрация бегунов начнется на площади у спорткомплекса имени Булакина в половину девятого утра. Стартуют спортсмены в полдень. Отмечается, что каждый участник соревнований должен иметь при себе медицинскую маску, а также предоставить в комиссию по допуску паспорт и справку о санитарно-эпидемиологическом окружении. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации на нашем сайте, твертес.ру и в социальных сетях РТС. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok